В 1969 году в ходе отборочного турнира перед Чемпионатом мира по футболу должны были встретиться две команды Гондурас и Сальвадор. Это был рядовой поединок между рядовыми, в общем, командами. Но он привел к совершенно невероятному результату – войне. По правилам квалификационные поединки состояли из двух матчей, по одному на поле каждого из противников. Если в первых двух играх по очереди побеждали две разные стороны, то назначалась дополнительная игра, так как разница мячей не учитывалась. Первая игра прошла в столице Гондураса Тегусигальпе 8 июня. Победителем в ней стал Гондурас, выигравший со счетом 1-0. Матч считался важным для этих стран и на нем присутствовали руководители Гондураса и Сальвадора, поэтому футболисты тоже выкладывались по полной и только на последних минутах команде Гондураса удалось забить голландский. В столице Сальвадора, городе Сан-Сальвадор за игрой также наблюдала болельщица Эмилия Боланиас. Девушке было 18 лет и она была фанаткой своей сборной. По окончании игры он достал отцовский пистолет и выстрелила себе в сердце. На следующее утро главная газета Сальвадора «Эль Националь» вышла с заголовком «Она не выдержала позора своей страны», что дополнительно подлило масла в огонь. Ответный матч прошел 15 июня. При этом в ночь перед матчем гостиницу, в которой остановилась сборная Гондураса, сожгли. Игроки остались чуть ли не в трусах и вышли на игру, мягко говоря, не совсем подготовленными. В результате сборная Гондураса была разгромлена Сальвадором 3-0. После матча начался погром, сотни перевернутых машин, разбитые витрины. Болельщикам из Гондураса, в недобрый час приехавшим на игру, досталось от души. В Гондурасе в ответ начались погромы сальвадорцев, причем досталось не только обычным туристам и гостям страны, но и дипломатам. Досталось настолько сильно, что буквально десятки тысяч людей предпочли бежать из страны. Третий матч разумно было решено провести на нейтральном поле. В столице Мексики, Мехико, сборная Сальвадора победила в дополнительное время со счетом 3-2. Сразу после матча фанаты команд начали кровавые стычки между собой. Гондурас после поражения в матче объявил о разрыве дипломатических отношений с Сальвадором, нападения на сальвадорцев в Гондурасе продолжились. В ответ в Сальвадоре начали мобилизацию и ввели чрезвычайное положение. 14 июля Сальвадор перешел к активным боевым действиям и поначалу дела пошли хорошо, так как армия Сальвадора была больше и вроде бы лучше подготовлена. Но тут же оказалось, что у Гондураса лучшие ВВС – самолеты, которые уничтожили сальвадорские нефтехранилища, лишив армию Сальвадора топлива. Боевые действия продолжались до 20 июля, хотя при посредничестве организации американских государств удалось договориться о прекращении конфликта уже 18 июля. В результате футбольного матча от 60 до 130 тысяч сальвадорцев покинули Гондурас, что в некоторых областях вызвало самый настоящий экономический коллапс. Двухсторонняя торговля была полностью прекращена, граница между странами закрыта, что ударило по обеим экономикам, но более богатому Сальвадору досталось больше. Из-за неустроенности бежавших из Гондураса крестьян и замороженных торговых отношений с важным в экономическом плане соседом, в стране начал развиваться экономический кризис, закончившийся гражданской войной в 80-е годы.